Сегодня представляем вам продукт ВМС логистика управления складом пятой версии и больше акцентируемся именно на ваших вопросах. Если в двух словах о продукте, то это узкоспециализированный продукт, предназначенный для управления ресурсами склада. Что это значит? Что это продукт в программе продукта, который устанавливается именно на складе, к нему не предполагается доступ каких-либо менеджеров по закупкам, по продажам. В этом продукте ведется исключительно складской учет. Более того, в типовой версии этого продукта предусмотрен учет исключительно по одному складу. И в целом назначении основное назначение этого продукта это управление складскими ресурсами терминала какого-либо складского, логистического, там трипель оператора и так далее, в том числе оказывающего услуги от ветхранения. У него есть такие достоинства, но помимо того, что это российская разработка 1С, которая вполне допиливаема, плюс к этому здесь уже существует огромное количество настроек для отражения практически любых происходящих на складах бизнес-процессов. То есть, как бы у вас не происходили процессы, здесь, допустим, зависит по источнику поступления можно менять. Может, стадии приемки, вот они очень детально там настраиваются, процесс, зависит от того, какие операции нужно выполнить на каждом шаге. Там, допустим, при приемке или при отгрузке то же самое. То есть, все очень довольно детально настраивается. Вот, это, конечно, плюс большой. То есть, комплектация, отгрузка, заказа на курьерскую доставку или в обособленные подразделения. С точки зрения программы здесь нет принципиального отличия курьерская доставка или обособленные подразделения для склада, это отгрузка. То есть, у нас есть какой-либо заказ на отгрузку. На основании этого заказа мы можем спланировать отбор товара из мест хранения. Мы можем этот спланированный отбор объединить с другими отборами, там, либо в волну отбора, либо в группу отбора, либо объединить с учетом планируемых рейсов и выполнить отбор из мест хранения, выполнить какие-то дополнительные операции, как то переупаковка, маркировка, дополнительный контроль и отгрузить уже непосредственно либо курьеру, либо в обособленные подразделения, либо в том числе розничному клиенту при самовывозе. Единственное, то есть, розничная, да, но вот реализация нет, реализации здесь нет. Единственное, что мы отсюда можем сделать, это распечатать комплект товаро-сопроводительных документов по тем параметрам, которые... Давайте к вам все загруженные посмотрим, которые были указаны в заказе на отгрузку, то есть, если здесь будет стоять цена-стоимость, данные заказа на отгрузку поступают из корпоративной информационной системы, это может быть там ERP, управление торговлей или вообще любая другая. Вот если все эти параметры нам переданы, то мы уже сможем распечатать необходимый пакет товаро-сопроводительных документов клиенту. Вот, да, еще сам начальник, наверное, стоило сказать, что весь учет здесь ведется исключительно в натуральных единицах измерения, то есть, цены здесь фигурируют только по данным из корпоративной информационной системы, как при поступлении товара, при поступлении у нас в системе создается документ, ожидаемая приемка на основании какого-то документа из корпоративной системы. Соответственно, данные по ожидаемой приемке, данные по заказам на отгрузку мы получаем из корпоративной информационной системы исключительно. Прием, размещение, хранение нового товара. Давайте посмотрим, что тут. Вот у нас, допустим, есть заказ в работе, который была информация из корпоративной информационной системы о том, что мы ожидаем поступления товара в каком-то количестве. Далее, когда мы берем эту ожидаемую приемку в работу, есть несколько вариантов. Либо сразу автоматически планируется, куда мы будем в дальнейшем это размещать, либо мы это можем спланировать чуть позже на этапе приемки. Вообще, в методике этой программы есть три пути выполнения операции. Первое – это полностью вручную через программу, как мы это сейчас видим. То есть, допустим, я могу созданную приемку отсюда зайти и там выполнить, завершить, указать какие-то ячейки. Второй путь – это с помощью терминала сбора данных или радиотерминала, где с радиотерминала мы можем взять, исполнитель может взять на себя какую-то доступную ему задачу и ее выполнить с помощью терминала. Третий путь – это когда у нас за счет настроек в системе… То есть, допустим, тут есть складские события, когда мы на основе одних складских событий создаем какие-то новые документы или новые задачи. То есть, допустим, при изменении статуса группы отбора, создать сортировку и так далее. То есть, можно очень сильно цепочку задач, сопровождающих движение товара по складу, можно очень сильно автоматизировать. И вообще, смысл этого продукта в том, чтобы из сотрудников складских сделать фактически роботов, чтобы они просто… Вот у них терминал есть, у них высвечие задания, они откуда-то взяли, куда-то положили, перешли к следующему заданию. То есть, не думая вообще о том, что они делают. Транзитные перемещения. Это возможно для системы. Это просто один из вариантов отбора товара, именно отбор товар из зоны приемки. То есть, мы можем для определенной номенклатуры настроить… Давайте сразу покажу. То есть, настройки по номенклатуре покажу. То есть, для каждой номенклатуры мы можем указывать, какую-то модель учета номенклатуры, где задаются правила и стратегии. Стратегия размещения, стратегия отбора, стратегии подпитки. Вот в стратегиях размещения, стратегиях отбора. Отбор мы сейчас говорим, да? То есть, тут есть, в зависимости от разных условий, мы можем назначать разные правила. И в том числе, добавлять алгоритм, при котором мы будем отбирать из зоны приемки. Плюс, все эти алгоритмы, они настраиваются не только по номенклатуре, но вообще там могут настраиваться, допустим, по поставщику, по заказу получателя, под которого этот заказ вступил, по состоянию, допустим, новый или брак и так далее. То есть, по очень большому количеству параметров. Пополнение стока куста обособленных подразделений. Вот здесь, наверное, в системе будет сложность, потому что, как я вначале сказал, изначально система предназначена для одного склада. В принципе, система позволяет указать несколько складов как некие технологические зоны, но когда мы говорим о пополнении стока, наверное, все-таки у нас в дальнейшем должна быть реальная отгрузка с одного склада, реальное поступление товара на другой склад. То есть, просто перемещение между зонами нас здесь не устроит, потому что мы просто не сможем отразить все нюансы этой передачи, с документами, с контролем, с переупаковкой и так далее. Поэтому, наверное, нет. Это скорее будет вопрос корпоративной информации с теми, что если возникает потребность пополнения стока в обособленном подразделении, то должен формироваться какой-то заказ, и вот этот заказ уже наша система ВМС может обработать и отгрузить по нему. Приемка обработки возвратов. Да, мы просто при приемке можем, точнее, мы даже можем по отгруженному заказу, на основании него сделать приемку, и у нас автоматически будет отражено, что мы принимаем товар по ранее отгруженному заказу. Сейчас я еще раз покажу. На основе отгруженной заказа я создаю на основании ожидаемая приемка. Он автоматически распознан, что это возврат, но мы можем указывать настройки приемки. Соответственно, мы можем настроить здесь приемку, то есть возврат от клиента, допустим, или возврат от офиса продаж, и в зависимости от этого задать какие-то различные цепочки обработки этого товара. Нечто похожее о хранении товара под потребность, я так понимаю, это резервирование товара. В системе мы можем резервировать под заказ на отгрузку. То есть при поступлении товара мы указываем конкретный заказ на отгрузку, и в дальнейшем этот товар может быть отгружен только по этому заказу на отгрузку. Поступление товара системы графиков. Здесь есть режимы работы на ворот, на которых происходит приемка и отгрузка. И можно указывать тип ворот как раз тип приемка и тип отгрузка. Но, к сожалению, нельзя сделать так, чтобы ворота на приемку работали с часу до трех, а с трех до восьми они работали на отгрузку. Это раз по зонам тоже нет возможности настроить режим работы зоны. Вообще изначально логика в системе такова, что поскольку у нас весь склад адресный, и в том числе зона экспедиции, она тоже адресная, все там разбито на ячейки, то если человек сотрудник действительно работает как робот, берет товар только из той ячейки, из которой ему указано, а если он там ничего не нашел, он не пойдет в соседнюю ячейку, а просто нажмет кнопочку, что ячейка пустая, то в этой логике пересорта возникать не должно. Если нам нужно разделить по графикам, ну тут нужно уже думать, как это настроить, потому что в типовой версии, чтобы готовое решение было, такого нет, нужно что-то будет шаманить. Так, внутренняя продажа товара. Ну это если только... То есть у нас в системе есть возможность работать с несколькими организациями, учитывать товар на остатках разных организаций, но это больше сделано, наверное, под ответ хранения, когда у нас на одном терминале хранится товар нескольких организаций. А вот для того, чтобы реализовать такую именно внутреннюю продажу, это придется делать отгрузку и приемку, скорее всего, так, потому что вот как в том же ERP, в управлении торговлей, какой-то передачи товаров между организациями, такого здесь нет. Автоматическое снабжение тары при минимальном остатке. Учет тары здесь есть, а вот контроль уровня остатков и автоматическое пополнение тары такого нет. то есть вплоть до того, что мы можем просто спокойно взять и... просто сделать такой документ, что у нас в минус идет движение товаров. В минус, то есть там на 5 расход сделаем. Вот у нас будет минус 5 европолит на складе или в какой-то зоне конкретной. То есть если у нас задача автоматически пополнять запас тары, то это тоже надо будет что-то шаманить. С товаром, понятно, здесь это предусмотрено, это все хорошо работает. Настройка деления на зоны. Это, да, это есть и вручную, и с помощью обработки генерации топологии склада. В логике вот проистелаж, ярус, позиция или наоборот, позиция, ярус. Здесь можно все это настраивать. И даже там порядок обхода можно настраивать, какая ячейка у нас, какая ветка стеллажей первой и так далее. По ковому маршруту потом лучше сотруднику проходить этот склад. При подборе это все настраивается. Приоритеты ячеек и так далее. Синхронизация системных ошибок. Тут мы немножко не поняли, что вы хотели. Если речь о журнале регистрации, ну не знаю, такого решения не попадалось, чтобы кто-то с другой системой журнал регистрации синхронизировал. Тут есть журнал регистрации, где в том числе ошибки отражаются. Но они, как правило, к объектам каким-то предусмотрены. Можно отобрать, допустим, ошибки чисто там, чтобы он чисто ошибки отображал. Осталось два пункта, они такие достаточно типовые. Это автоматическая выгрузка отчетов для склада и руководства. Есть в библиотеке стандартных подсистем 1С. Такой функционал, как рассылка отчетов. И здесь можно настраивать все существующие в системе отчеты и их рассылку по различным получателям, по пользователям. В этой программе только по пользователям, еще по контрагентам можно. Так что это типовый функционал. Более того, можно даже настраивать индивидуально какой-нибудь отчет под конкретного пользователя. Так, и поддержка со стороны разработчиков. Да, как бы ВМС, она продолжает развиваться. Последнее обновление у него было в июне, летом. Сейчас они добавляли туда, там, очень много преднастроенных синхронизаций сделали и с управлением автотранспорта, и с ТМС, и с типовыми со всеми, там, правильной торговлей, ERP и так далее. Там добавляют всякие пик-байлайт, фотографии с терминала сбора данных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...